МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24КЗ в студии Патогос Аркулова. Здравствуйте. Глава государства поздравил князя Монако Альбера II с национальным днём. В своей поздравительной телеграмме Хасим Жумар-Тухаев подчеркнул неустанные усилия страны по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь укрепляться во благо двух стран и пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия. Другим темам. 8 миллионов казахстанцев освободят от всеобщего декларирования доходов и имущества. С таким предложением выступил министр финансов сегодня на седании правительства. Отмена коснется работников частных компаний, пенсионеров, домохозяек и студентов. Добиться отмены удалось за счет цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Глава правительства поддержал инициативу и поручил подготовить изменения в законодательство для внесения их в парламент. Отпечу, до сегодняшний день в систему всеобщего декларирования вошли почти 5 миллионов человек. В их числе госслужащие, руководители коммерческих организаций, работники квази-госсектора, а также казахстанцы, имеющие крупные активы за рубежом. Планировалось, что в 2025 году декларации будут сдавать все остальные категории граждан. Это вызвало беспокойность населения, на что и обратил внимание глава государства. Сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы, усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги, поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого Министерством финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления декларации об активах оставшихся категорий граждан. До 700 миллиардов тенге планируют увеличить финансирование весеннеполевых и уборочных работ. Об этом на седании правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства. Аграрная кредитная корпорация начнет кредитовать фермеров уже с 29 ноября. На эти цели предусмотрели 100 миллиардов тенге. Уже поступили заявки от 500 хозяйств. Средства будут распределять через аграрно-кредитную корпорацию, банки второго уровня, кредитные товарищества и социально-предпринимательские корпорации. Азат Султанов также рассказал о принимаемых мерах в целях обеспечения сохранности урожая. Обеспечена круглосуточная работа элеваторов. Их загруженность на сегодня составляет 43%. Продкорпорация принимает меры по закупу зерна у фермеров. Предстоящий год рабочих профессий может стать мощным стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли и привлечения в село необходимых специалистов. Так заявил премьер-министр сегодня на заседании правительства. Особое внимание уделено поддержке рабочих специальностей. Уже Азбектианов отметил важность проведения соответствующей работы в социальных сетях и масс-медиа. Глава государства отмечает важность популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма, необходимости избегать иждивенческих настроений. Мы должны поддерживать настоящих героев труда. Простых тружеников, представителей трудовых династий, опытных работников на предприятиях, в бизнесе и в государственном секторе. Продолжаем выпуск. В Казахстане в несколько раз может увеличиться численность сотрудников органов опеки. Соответствующую норму поддержали в правительстве. Если закон примут, на одного специалиста придется по 5 тысяч детей. Сегодня 7 миллионов несовершеннолетних курирует всего 500 специалистов. Подробности у Сыни Кубжасаровой. Сейчас в среднем по стране на одного специалиста органов опеки приходится 17 тысяч детей. В отдельных регионах эта цифра в 5 раз больше. И все сотрудники очень загружены. В день им приходится одновременно решать больше 30 задач. Эти 309 сотрудников органов опеки только за прошлый год, только по одной функции участвовали в 27 тысячах судебных заседаний. Эта поправка очень сильно и кардинально поменяет систему защиты прав детей. Поскольку, например, в том же Шемкенте, если сейчас на 500 тысяч детей 5 сотрудников, будет 90. В Туркестанской области, если сейчас на практически миллион детей 19 сотрудников, то будет 180 сотрудников. Соответственно, в каждом районе по 10-12 сотрудников. И это даст возможность вовремя реагировать, не работать с последствиями, а работать именно на предупреждение и профилактику. За норму в законе боролись почти год. В разработке приняли активное участие уполномоченные по правам ребенка и представители комитета по охране прав детей. Правительство Казахстана поддержало поправку, направленную на увеличение численности сотрудников органов опеки. Теперь документы отправят на рассмотрение депутатам Мажелиса и Сената. Тем временем в столичном отделе опеки уже анализируют, насколько они смогут расширить свой штат сотрудников. Это очень необходимая и нужная мера, которая на сегодняшний день уже имеет место быть. Если, например, взять город Астана, наш город, то у нас на сегодняшний день свыше 560 тысяч детей воспитывается в городе. Функции опеки исполняет 8 специалистов. Конечно, здесь мы поэтому и говорим, что необходимо увеличивать штат сотрудников, дабы это будет направлено на то, чтобы мы могли своевременно, индивидуально оказывать помощь детям. Учитывая те нормы, о которых мы сейчас говорим, в будущем мы тоже планируем увеличение штата опеки еще на 100 единиц. 5 тысяч детей на одного сотрудника опеки – это международный стандарт. Ожидание, что с такой нагрузкой они смогут услышать каждого ребенка и в Шемкенте, и в Туркестанской области, и даже в самом отдаленном ауле. В приоритете специалисты с юридическим и педагогическим образованием. Также рассматривается вопрос повышения им заработной платы на 50%. Саня Кубжасарова, Арман Ахшабаев, 24КИЗ. Хотим обсудить эту тему. По Зуму к нам подключаются уполномоченные по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. Динара, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что это международный стандарт, но, честно говоря, меня удивило. На 500 тысяч детей в том же Шемкенте, к примеру, 90 сотрудников. Они будут физически успевать? В целом, вы знаете, да, это международный стандарт. В разных государствах предусмотрено, например, на одного сотрудника есть и 2,5 тысячи детей. И поэтому в предложенной нами поправке закреплена норма, которая предусматривает не менее одного сотрудника на 5 тысяч детей. Соответственно, при потребности это количество сотрудников органов опеки можно увеличивать, но, тем не менее, нельзя снижать. Вот что мы именно хотели закрепить в этой поправке, потому что, к сожалению, при сокращениях, например, служащих, очень часто эти сокращения сказывались именно на органах опеки, что и привело к той ситуации, которая сложилась. И поэтому, в соответствии с поручением президента, данная поправка была нами подготовлена. В целом, вы знаете, у сотрудников органов опеки более 34 функций, куда входит участие в судах, сопровождение защиты прав детей в рамках уголовных дел, реагирование на факты и информацию по насилию в отношении детей, нарушение прав детей, профилактических мер. И поэтому же, конечно, это очень большой спектр вопросов. Если, например, возвращаться в Туркестанскую область, то там 14 районов и 3 города. Если взять один район, например, в Сарагашске, здесь 58 тысяч детей до 60 сел и всего один сотрудник на весь район. Конечно, он физически не успевает доехать до тех детей, даже по которым поступают сигналы. Теперь же на один район будет 12 средних специалистов, что, конечно же, в разы увеличит возможность проводить профилактическую работу. И при потребности, в соответствии с поправкой, будет возможность увеличивать количество сотрудников органов опеки. А функциональная нагрузка не пересматривается в связи с увеличением штата? Да, мы будем вносить в постановление правительства обновление списка функциональных обязанностей сотрудников органов опеки. Даже в связи с тем, что на сегодняшний день они выполняют функции, но не все они отражены в постановлении правительства, касающихся функциональных обязанностей органов опеки. Поэтому после принятия закона данные изменения будут вноситься. Кроме того, предусмотрено обучение, повышение заработной платы. То есть, в целом, к этому вопросу мы очень комплексно подошли, поскольку именно на самом деле органы опеки являются единственным уполномоченным органом, который осуществляет функции по охране прав детей в регионах на местном уровне. А можно подробнее по поводу функциональных обязанностей? Например, предусмотрена ли работа, скажем, с соседями, которые, как правило, слышат те же побои, но не сообщают в полицию? Да, вы знаете, в настоящее время в соответствии с алгоритмом участковые полицейские, которые, в принципе, знают обо всех семьях на своем участке, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые находятся на учете органов полиции по неблагополучию, по которым поступают сигналы и от соседей в том числе, обязаны сообщать органам опеки и, соответственно, представители органов опеки должны сразу же выезжать на место, провести проверку при необходимости обеспечить условия безопасности ребенка, либо, если там нужны профилактические меры, передать эту семью в центр поддержки семьи, но по факту они доезжать не успевают в связи с загрушенностью и малой численностью сотрудников органов опеки. Поэтому сейчас в соответствии с алгоритмом, с учетом увеличения, появится возможность реализовывать функции органов опеки на местах при получении тех или иных сигналов. Но это если сигнал поступил, но, как правило, они же не поступают. Вот в этой части алгоритм действий как-то будет меняться? Вы знаете, у нас есть, кроме того, в рамках принятого закона по обеспечению прав женщины безопасности и детей норма, связанная с мобильными группами. Функциональной обязанностью, куда входит опека, как раз является обход семей и выявление. И вот как раз таки из-за того, что сотрудников органов опеки было мало, было очень сложно исполнять именно эту функцию. Теперь она будет реализовываться в полной мере. Ну, правительство поддержало, теперь слово за депутатами. Скажите, а бюджет подтянет эти расходы? О какой сумме идет речь? Увеличение на какую сумму? Вы знаете, в рамках заключения правительства, когда эта поправка обсуждалась, мы с уполномоченными органами и с акиматами прорабатывали вопрос финансирования. И с каждым акиматом мы проработали вопрос финансирования. Акиматы, соответственно, выделили бюджеты, подтвердили, что готовы выделить бюджеты, предусмотрели эти расходы при планировании бюджета следующего года. Например, акимат Астаны уже запланировал расходы на увеличение органов опеки в рамках 300 миллионов тенге, насколько мне известно. Я понимаю, прогнозы дела такой не всегда благодарны, но вы наверняка уже проводили какой-то анализ с увеличением численности специалистов, с увеличением штата. Мы можем говорить о том, что несчастных случаев каких-то с нашими детьми станет меньше? Да, мы можем об этом говорить. Конечно, может быть, увеличится где-то статистика по зарегистрированным фактам, но это будет статистика, связанная с выявлением. А самое главное, мы сможем предотвратить именно трагические случаи насилия в отношении детей, истязания и гибели детей в результате различных форм нарушения прав детей. Динара, спасибо большое. Надеюсь, все так и будет. Напомню, у нас на прямой связи со студией была детский омбудсмен Динара Закива. Спасибо еще раз большое. Все больше школ в столице запрещают использовать смартфоны на уроках. Только с начала этого учебного года в Астане это правило установили в 25 образовательных учреждениях. Всего таких 88. Нурсая Эльбрусова побывала в одной из школ и расскажет, как к нововведению отнеслись ученики. В этой школе ученики сдают смартфоны перед началом урока. В каждом кабинете установлены шкафчики с замками. Их по школе всего 54. Прежде чем оставить свой телефон, каждый школьник подписывает специальный лист. Ключи от сейфа хранятся у классного руководителя. Десятки гаджетов на любой вкус и цвет. Но это не распродажа, а скорее временное хранилище смартфонов. Здесь они будут находиться до конца урока. К слову, проверить мессенджеры или позвонить близкому человеку школьники могут только на переменах. А все остальное время дети с головой погружаются в учебный процесс. В этой школе эксперимент над учащимися показал, что телефон – это скорее отвлекающий элемент. Новое правило хорошо повлияло на учебный процесс, отмечают учителя. Дети стали сосредоточеннее на занятиях и, как следствие, получают более высокие оценки. Во время контрольных больше не возникает попыток подглядеть или списать. Телефонов под рукой нет, и каждый полагается только на себя. Многих детей сейчас, зная то, что у них нет телефонов, нет возможности посмотреть готовые ответы, они сейчас стали больше времени и больше времени уделять учебе, именно получению знания. Стали надеяться только на свою память, на свои возможности. Как это часто бывает, поначалу ученики восприняли новый порядок в штыке. Самые сообразительные умудрялись давать в ящики вместо настоящих телефонов муляжи. Руководство школы отмечает, что к этим мерам они шли целый год, приняв решение о запрете после анализа поведения учеников и результатов анкетирования. Весь прошлый год мы наблюдали за детьми во время самостоятельных работ, суммативных работ за разделы, за четверти, то есть ссоры сочи. И наблюдали за тем, что во время именно ссоры сочи дети как-то все время надеялись на телефоны. Мы их, конечно, в это время собирали. И у нас с прошлого года мы единовременно проводим сочи, когда мы сажаем целую параллель по какому-то предмету, то есть они не могут даже друг у друга списать. Запрет на смартфоны сначала казался школьникам ограничением свободы. Однако, привыкнув и увидев результаты, они поняли, что эта мера действительно им помогает. Это считается личной вещью, и ее изъятие кажется немного странным решением. Однако, как показала практика, данные нововведения очень эффективны. С учетом цифровизации обучения в наши дни, это иногда доставляет такие неудобства, как отсутствие доступа к QR-кодам, указанным в учебниках, и прочим интернет-ресурсам. В самом начале, конечно же, было такое ощущение, что хочется посмотреть, залезть куда-то, как привычка. Мне кажется, у каждого человека есть привычка просто посмотреть сообщение или время. Психологи тоже отмечают свои плюсы. Снизился уровень агрессии среди учеников. Я увидела то, что вообще такого мало стало, потому что дети уже не уделяют так много внимания именно соцсети. И стало больше живого общения. Я считаю, что телефоны правильные, то, что собираем, потому что дети уже на это не отвлекаются, друг с другом не переписываются, без различных разногласий, меньше уделяют внимания именно различным комментариям. В Казахстане запрещено использовать смартфоны на уроках, кроме тех случаев, когда это нужно по учебному плану. Эта норма появилась в законе об образовании в феврале 2024. Уже со второго квартала этого года количество школ, поддержавших проект в Астане, увеличилось на 10%. На сегодня их 88 из 110. Нурсаяль Брусова, Канат Махмутов, 24КЗ. В каких странах действует запрет на смартфоны на уроках? В Нидерландах его ввели в этом году. В школах Франции тестируют так называемую цифровую паузу. Ученики сдают свои телефоны перед занятиями. А школьникам Греции можно пользоваться гаджетами только в экстренных ситуациях. И то с разрешения преподавателя. Подробнее о зарубежном опыте по запрету мобильных телефонов расскажет Дана Ермак. Планшетами, телефонами и смарт-часами с начала этого года запретили пользоваться школьникам в Нидерландах. По мнению Министерства образования страны, гаджеты сильно влияют на их успеваемость и мешают сконцентрироваться на учебном процессе. Однако смартфоны все же можно использовать, но только в тех случаях, если они необходимы для занятий. Например, на уроках информатики. Тем временем во Франции сейчас тестируют пилотный проект, который ограничивает использование мобильных телефонов в школах. В инициативе под названием «Цифровая пауза» участвует около 200 общеобразовательных учреждений. В рамках проекта школьники сдают свои смартфоны по прибытии в классы. В Министерстве образования страны отмечают, что цель эксперимента дать детям возможность отдохнуть от цифровых устройств. Если инициатива покажет успешный результат, то с января следующего года запрет может быть распространен на все учебные заведения Франции. Ограничения действуют и в Греции. Учащиеся как старших, так и младших классов должны держать свои смартфоны в портфелях. Целью принятых мер является повышение концентрации детей, снижение отвлекающих факторов и борьба с кибербуллингом. Школьники могут использовать телефоны только в экстренных ситуациях и для учебных целей, и то с разрешения преподавателя. За нарушение правил учеников могут отстранить от занятий. Помимо этого, школьникам нельзя фотографировать на камеру своих сверстников. За съемку одноклассников и последующее размещение их в интернете и вовсе грозит исключение. В Дании также все больше учебных заведений внедряют политику школы без мобильных устройств. Согласно нововведениям, ученики обязаны сдавать свои телефоны и другие гаджеты при входе в школу и могут забрать их только по окончании занятий. В администрации учебных заведений считают, что ограничение использования мобильных устройств будет способствовать созданию более сосредоточенной и безопасной среды для детей. Дана Ермак, 24КЗ. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В североказахстанской области проживают около 5000 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 2000 обучаются в школах по системе инклюзии. Для них в учебных заведениях открыли кабинеты поддержки. Остальные 3000 детей посещают специализированные группы в детсадах. В одной из таких групп побывала Наталья Волкова. Эту подготовительную группу детского сада посещают дети с нарушениями зрения. Логопед Айгуль Нуртаева проводит специальные упражнения, чтобы развить их речевые навыки. С каждым ребенком педагог работает индивидуально. Специалист уверена, что такой подход к обучению дошкольников в дальнейшем способствует быстрой адаптации детей с особыми потребностями в обществе. Мы применяем такие логопедические методики, как дыхательная гимнастика, сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика, нейролога, ритмика. И на самом деле у нас командный подход к работе, потому что только в комплексном подходе специалистов и, прежде всего, воспитателей данной группы можно подготовить всесторонне, гармонично ребенка, идущего в первый класс. В первый класс эти дети пойдут уже в следующем году, и в школе для них работают кабинеты поддержки. Там учащиеся получают помощь в соответствии с их потребностями. На сегодня такие кабинеты действуют в 27 школах региона. Около 5000 педагогов, преподающих детям с особыми потребностями, прошли специальные курсы повышения квалификации. Основной вопрос – это подготовка качественного кадра, чтобы педагоги были готовы. Поэтому у нас будет проходить практикующий семинар, где ведущие тренеры объясняют, разъясняют, учат воспитателей, учителей, специальных педагогов, как правильно работать с невидящими детками, также с обовидящими детками. В Североказахстанской области в настоящее время действуют 26 учреждений специального образования. В следующем году запланировано открытие нового центра для детей с аутизмом в Петропавловске. Наталья Волкова, Айдар Бекать, Мухаммед Улет, Ольга Ныманов, Петропавловск, 24КЗ. Пилотный проект двухуровневого образования внедрили в АТРАУ. 60 учащихся старших классов совмещают учебу в школе с обучением в колледже. Они осваивают профессии повара, автослесаря и газосварщика. В программе задействовали три учебных заведения. Подробности в нашем следующем сюжете. Пилотный проект двухуровневого образования действует уже год. 27 учащихся первого потока в настоящее время проходят производственную практику. По словам преподавательницы колледжа Агирим Тасимовой, интерес школьников к профессиональному обучению растет. Пока в нашем колледже дополнительное образование можно получить только по профессии повара. Это хорошая возможность для молодежи. Сейчас есть различные гранты для желающих открыть свое дело. Надеюсь, что в будущем откроют обучение и на другие профессии. Махаббат и Айназ учатся в 10 классе. Параллельно они посещают занятия в колледже. В следующем году вместе с аттестатом о среднем образовании выпускники школ получат диплом повара. Мне очень нравится учиться профессии повара. Я готовлю дома по рецептам, которые нам преподают в колледже. В будущем хочу поступить на факультет пищевой технологии. Я хочу работать в ресторанном бизнесе, придумывать оригинальные рецепты. Обучение в колледже дает мне возможность вникнуть в тонкости профессии повара. Мы совмещаем теорию с практикой, составляем технологические карты, изучаем кухню разных стран и эпох. В проекте участвуют три колледжа, где школьников обучают по трем специальностям повар, автослесарь и газосварщик. Эти профессии пользуются большим спросом на рынке труда. Три дня школьники получают теоретические знания, два дня закрепляют их на практике. В будущем количество профессий планируют расширить. Аслана Буталипов, Аслан Бехшагаров, Аман Тайматенов, Атрал24КЗ. В Москве проходит двухдневный медиафорум с участием глав ведущих казахстанских и российских СМИ. Казахстанскую делегацию возглавил государственный советник Ирлан Карин. В мероприятии приняли участие также депутаты Мужелиса парламента и представители казахстанского МИД. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского стратегического партнерства. Медиафорум проходит накануне государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Ирлан Карин подчеркнул, что визит станет знаковым событием в углублении двусторонних отношений. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики. Промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре, энергетике и многом другом. Между Казахстаном и Россией планомерно развиваются культурно-гуманитарные связи, укрепляется сотрудничество в области науки и высшего образования, культуры и искусства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о стратегических и партнерских отношениях Казахстана и России. Нас связывает общее прошлое, настоящее и будущее, носит абсолютно взаимовыгодный характер. Оно выстроено на внимание нашего взаимовыгодного и союзнического сосуществования на благо народов наших двух стран. И, конечно, здесь мы все идем в русле вот этого видения нашего совместного будущего, которое формулируется нашими двумя президентами. Мы очень бережно относимся ко всей информации, которая идет в нашей стране о нашем союзнике Казахстане. Главы ведущих казахстанских и российских СМИ обсудили подготовку мероприятий в рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ерлан Карин напомнил, что президент Казахстана Касымжом Артокаев на национальном Курултае в Атырау заявил о необходимости подготовки к этой важной юбилейной дате. ТАСС, обладая огромным архивом фотографий военного времени, безвозмездно предоставит все, что вам потребуется для воплощения любых замыслов по части празднования 80-летия победы в Казахстане. Можете на нас абсолютно рассчитывать. Все абсолютно в вашем распоряжении, потому что это мы вместе добывали ту великую победу. Участники встречи договорились о проведении следующего медиафорума в Казахстане. Дану Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, 24КЗ. Продолжаем выпуск. Создать условия для максимальной адаптации к стандартному часовому поясу. Такое решение приняла рабочая группа по петиции о возврате часового пояса. Об этом заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции. По словам Мармана Шакалеева, рабочая группа не установила причинно-следственные связи влияния пятичасового пояса на здоровье жителей и экономику центральных и восточных областей. Положительное заключение дал и Международный альянс сторонников природного времени. Принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, считают в правительстве. Глава Кабмина Ужасбексенов поручил Министерством торговли и интеграции, культуры и информации провести понятную всем информационно-разъяснительную кампанию. Хотим обсудить эту тему. По зуму к нам присоединяется проректор по научной работе Казахского национального медуниверситета имени Асадьярова Ильдар Фахрадеев. Ильдар, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы меня слышите? Слышу вас хорошо. Скажите, какую разъяснительную работу нужно провести в Казахстане, чтобы убедить всех, что темень в 17.00 это норма? Как считаете? Ну, прежде всего, здесь необходимо отметить, что данные, так скажем, основные жалобы, связанные с ощущением дискомфорта, либо временными нарушениями, привычными режимами сна и бодрствиями, связаны с тем, что люди привыкли к тому времени, которое было до этого. И необходима адаптация, для адаптации рекомендуется соблюдать простые правила, это стерпенно менять режим сна, избегать стимуляторов различных, таких как кофе, чай, алкоголь перед сном, больше времени проводить на свежем воздухе, светлое время суток, и стараться поддерживать регулярный график сна, то есть физическая активность, здоровый образ жизни, питание способствует быстрой адаптации к такому переходу. Ну, а для здоровья нашего, действительно, какое время лучше? Ну, спасибо большое за вопрос. Прежде всего, хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент факторы, которые существуют и которые воздействуют на здоровье населения Республик Казахстан, очень обширны, и фактор времени не может быть, в принципе, каким-то образом влиять либо негативно, либо позитивно вообще на здоровье. То есть здесь можно сказать, что здесь необходимо просто произвести адаптацию к этому времени, а само по себе изменение времени, оно не может влиять ни негативно, ни положительно. Хотя по многим научным исследованиям переход на астрономически правильное время, то есть на естественное время, соответствует естественным биологическим ритмам человека, что улучшает циркадный ритм его в будущем. Но касательно нашего населения, этот вопрос требует еще дальнейшего, так скажем, научного изыскания. А как быть сейчас жителем Восточно-Казахстанской, к примеру, области? Вы имеете в виду из-за того, что... Там действительно рано сейчас темнеет. Да, ну, необходимо понимать. Здесь в большей степени данная работа необходимо, так скажем, просветить, проводить с астрономами, да, и астрофизиками, чем с медиками, как мы. Хотелось бы отметить, что по данному времени полдень является, так скажем, средней точкой всего светового дня. И средняя точка светового дня приходится плюс-минус на 12 часов дня, к которому является полдень, да. То есть зимой мы знаем, что естественное освещение сокращается, и с 24 часов 16-17 часов – это темное время суток, поэтому тут уже необходимо адаптироваться. Ильдар, ну вот вы проживаете в Алма-Ате, вы адаптировались? Да, я адаптированный. Вам нормально? Да, я, в принципе, себя хорошо ощущаю. Вот, конечно, мне бы хотелось, чтобы утро вставало, солнце вставало тогда, когда я проснусь, а это, да, в 7-6.30 утра, по будням, в выходные дни желательно, чтобы солнце вставало в 9 утра, да, и ложилось по входящим. Но, к сожалению, мы живем в реальном мире, и невозможно, так скажем, естественные ритмы, солнечных, так скажем, ритмов пододвинуть под нужды одного или нескольких групп человек. Хорошо, спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи со студией был проректор по научной работе Казахского национального мед. Университета Ильдар Фахрадиев. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Теперь к другим темам. 15-летний школьник из области Абай спроектировал устройство, которое с помощью лазера способно передавать энергию в космос. Приспособление может стать настоящим прорывом технологий будущего. Моя коллега Абатакоса Дандыбаева узнавала, как устроен удивительный механизм. Сегодня для развития национальной экономики технологические преимущества становятся решающим фактором. Это особенно важно в свете международной конкуренции. И Казахстан делает в этом направлении большие шаги. Ведь за инновационные проекты берутся даже школьники. Один из них Нурали Амангильдыев, ученик школы-лицеи с поселка Жискент. С раннего детства он наблюдал за старшим братом, который увлекался темой способов выработки электроэнергии. Тогда у юноши и появился интерес к этой отрасли. Тогда мне было лет 10. Я наблюдал, как он собирал ту же станцию, которая вырабатывала энергию при помощи теплопара. И потом, через 3-4 года, я начал собирать уже макет станции, которая вырабатывает энергию при помощи лазера. Я сейчас хочу это все усовершенствовать и добавить тоже выработку энергии при помощи теплопара и соединить ее вместе с лазерной энергией. Что теплопар будет передавать именно энергию на лазер, а лазер будет отдавать одну энергию на другие космические станции и аппараты. Руководителями проекта выступили родители подростка. Оказывается, и отец, и мать Нурали – учителя, и работают в одной школе. Они уверены, что разработка сына может стать настоящим прорывом для космических технологий. К тому же устройство можно сделать автономным и использовать в быту. Этим проектом даже заинтересовались зарубежные ученые, что очень обрадовало маму Нурали. Мы участвовали уже в международном конкурсе, где проводил физтех в городе Москве. Но это был онлайн-конкурс. Там высоко оценили этот проект. И у ребенка появилось еще больше мотивации, чтобы дальше работать над этим проектом. За спиной школьника есть еще ряд проектов, которые могут принести пользу обществу. Например, игра «Неподкупный Алпамы» способствует развитию у детей антикоррупционного мышления. В процессе игры перед учениками постоянно возникает выбор – дать взятку или пойти по правильному пути. На каждом этапе появляется дополнительная информация. Выдержки из статьи Административного и Уголовного кодексов и цитаты из слов назидания Абая. Нужную информацию Нурали подбирает вместе с отцом. В декабре месяце он участвовал в конкурсе республиканском и заслужил 1 миллион тенге грант. Деньги выделены для расширения проекта. Мы завершаем его уже в ближайшее время и уже будем распространять на уровне республики. Также мы хотим его перевести в формат на телефон, чтобы учащихся, то есть дети могли даже спокойно, без трудностей скачать его с интернета. К слову, в области Абая около 200 школьников занимаются исследовательскими проектами. Научные работы талантливой молодежи получают поддержку со стороны государства. В скором времени у нас состоится областной этап республиканского конкурса исследовательских проектов. Он позволяет проверить исследовательские навыки учащихся, отточить их творческие способности, а также презентовать их научные работы. Сейчас Нурали Аман Гильдеев учится в девятом классе, по окончании которого планирует поступить в Высший колледж IT-семия, чтобы совершенствовать свои навыки и воплощать в жизнь новые проекты. К этому часу у нас все. Всего доброго.